Ну что, бонжур, мадам де месью, мой ужасный французский, прошу прощения за него, но у нас в гостях сегодня есть у меня повод хоть как-то попытаться попрактиковать французский. У нас в гостях сегодня писательница Селин Минар, она прямо сейчас находится в турне литературном по России и доехала до Новосибирска, чему мы ужасно рады, в рамках проекта литературного коллоквиума «Попутчики». Итак, доброе утро, Селин. С нами также студия-переводчик, зовут ее Наталья. Итак, по поводу, наверное, литературного турне сразу же начнем. Вы как опытный писатель, можете сказать, что уже нашли себя, свой жанр, свой почерк или в творческом поиске до сих пор находитесь? Вы как опытный писатель, мой собственный почерк? Потому что с каждой книгой я пробую новую книгу. Может быть, это такая характеристика моего творчества? Может быть, это такая характеристика моего творчества? Может быть, я меня, допустим, мой режиссер языка, каждый раз когда я пишу новую книгу? И какая из книг может быть из последних? Какой жанр вам больше всего любил? Может быть, это один из последних, который вы préférez? Это примерно так же как завещание Франсуа Вильон, который оставляет людям все то, что ему не принадлежит, и оставляет своим читателем. Таким образом, это книга, в котором есть очень много разных языковых регистра, а то время и старинные, и иностранные. Вы, наверное, как-то связаны с лингвистикой? Вы филолог, может быть, почему вам так нравится сочетать языки? Потому что это для того, чтобы вы французский немножко развивались. Это благородная миссия, отлично. Это тот роман, о котором вы сейчас рассказали, то произведение. Оно последнее? Нет, нет, нет. Расскажите о последнем. Расскажите о последнем. Ну, в последнем как раз языковых регистров меньше. Расскажите о том, что она живет в горах. Расскажите о том, что она живет в горах. Она живет в горах. Расскажите о том, что она видна, что она живет в горах в горах. Я жила в очень удаленных местах в течение нескольких месяцев. Но я не так хорошо ложу по скалам, как она. И я жила в местах существенно менее комфортабельных. Как вам в Домосибирске? Как вы усадите в Домосибирске? Очень хорошо, но я очень хорошо ложусь. Меня так хорошо поселили. Да? Это самое главное. Можно сказать, что последний роман, он немного автобиографический, да? Это означает, что роман, это немного автобиографический? Вовсе нет. Вовсе нет. Нет? Ни один из моих романов не является автобиографическим. Это вовсе не тот голос, который мне нравится. Не тот путь, который мне нравится. Я так понимаю, что я переживаю, что я переживала. Я так понимаю, что я переживаю. Но я все преобразую во что-то иное. Вы представляете как-то своего читателя? Кто он? Какая ваша целевая история? Какая ваша целевая история? Абсолютно. Я не представляю. Я не понимаю. Я не могу, что это делать. Потому что я пишу для всех. Абсолютно не представляю. То, что я пишу, это то, что я сама хотела бы пережить. Вот это очень интересная формулировка. То есть нельзя сказать точно, кто больше любит Ваши произведения, мужчины или женщины, более молодые или более взрослые люди, так? Действительно нельзя. У меня очень разнообразная публика. У меня есть студенты, которые занимаются всякими художественными видами. Я надеюсь, что меня будут читать самые различные люди. А что Вас вдохновляет в жизни? Что меня вдохновляет? Это проблемы, конфликты. Я люблю взять универ и взять в другую, которая ничего не имеет. И увидеть, в другую вселенную, которая ничего не имеет. И посмотреть, как эти два мира, какие трения между ними возникают. И взять рустын вокруг, чтобы это тянет, как роман. И тем не менее нужно выстроить роман так, чтобы было похоже на правду. Но ориентируетесь ли Вы на какие-то уже известные, какие-то, может быть, классические вещи, какие-то авторы, которые Вас вдохновляют, есть, на которых Вы, может быть, стараетесь быть похожими? Это сложно, потому что много авторов, которые хотят быть похожими. Я уже говорила о Франсуа Вионе. Я писала о Франсуа Вионе, который написал на чем-то вроде старого французского языка. И не совсем правильного. Я включила туда цитаты Виона, и это не видно, не заметно. Так что это, естественно, один мэтр. Для меня это большой мэтр. Это очень далеко от сегодняшнего французского. Но я не знаю, это было бы здорово быть Флабером или Флоп Фолкнером. Гончаров. Гончаров. По крайней мере, теперь я понимаю, почему Вы так пользуетесь популярностью студентов. Наверное, они учатся у Вас правильно скрывать плагиат. Потому что в дипломных работах это очень важно. Потому что это очень важно для их меморки. Спасибо, после рекламы вернемся еще. Ой, мы сейчас. Писательница Селина Минар у нас в гостях. Прямо сейчас ее переводчик Наталья тоже в студии. Мы разговариваем с ней в рамках литературного коллоквиума, в рамках турне по России. И только что обсуждали с ней творчество и вдохновение. Хочется перейти уже немножко к героям. Чем Вы считаете Ваши герои отличаются от других? 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 Ваши герои отличаются от всех по двумя персонажей? Похоже, это идея и диктос, личность. — Могу ли я скажу, что это приключение ? — Ну, вы понимаете, это приключение, в котором ничего не происходит. — Селина, а что любите вы читать ? — Когда появляется «Свобода времени» ? — Я все читаю. — Я читаю философские записи, связь, я читаю много с русскими языками. — Ну я читаю по русскому? Подробнее, кто вам нравится? О чём вы любите эту работу? — В России, я читаю это з 아닙ное, что у него в то время несколько лет, это какое-то собственное время. Это книга Сорокина, которая называется «Темпет», в французском языке, и я думаю, что это очень красиво, потому что это все очень красиво, потому что это русская литература, что-то типа рождественского сказки, с небольшими элементами фантастики. И для меня это очень конкретное представление, можно только попробовать. Как будто это материальное, как будто можно дотронуться. И есть также изменения пропорции, между тем и тем. И это очень короткое рассказы. Я нашла, что это очень, очень сильное, и это очень большое мастерство. И для классики, есть ли у вас что-то такое? Да, Обломов был один из главных книг. Я читала Паустовского. Я читала Паустовского. И я тоже решил, что это очень сильный автор, что касается описание пейзажей, больших пространств. Чехов, это тоже очень хорошо. Обломов, все-таки очень нравится вам, когда ничего не происходит, да? Обломов, потому что вы любите, что ничего не происходит? Да. Отлично. Так как мы с вами живем все-таки в 21 веке, по поводу популярности книг сегодня, все-таки мы не можем не замечать, что интернет берет свое, фильмы берут свое. Как вы считаете, какими должны быть сегодня книги, чтобы люди их читали, а не смотрели фильмы и читали в интернет? И эти книги должны быть быть, по-моему, чтобы люди читали фильмы и не путали их в интернет, или другим. Но я у вас действительно впечатляю, что серии я считаю что это предыдущие, что перевалят, а хотя бы все, что входит в ту же главную серию, Мой проблема, что после четырех эпизодов, я думаю, что, через четыре серии, они не надоедают до смерти. Я думаю, что в литературе, я думаю, что я тоже занимаюсь этой проблемой. Я думаю, что делать супер-пилот, как только один chapитр, и пафф! И пафф! Я делаю это исключительно, в течение одного года. А потом... Хоп, и оборву повествование, чтобы читатель остался перед пустым местом. И там брынгайся на другой эпизод, на другой серии. А потом я не буду запустим какую-то другую серию. Я не знаю, все, какие-то серии. Какие-то из-за кампуса. То есть, потому что я всякие-всякие серии смотрю, и про университеты, и про то, что угодно. И вот если взять их и объединить все сериалы в одном... И все это в одну книгу и выпустить. Очень вам нравится трансформировать все вмешивание, да? Да. 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 Ум... 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 Уыскорение, конечно, прохождениеона, конечно же. Ум... 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 Ус-ау в Великолепно, что у вас есть много новостанов, которые были проявлены в новолёвке. В общем, все об этом говорят и если они относятся, то что они говорят... все они говорят, я не проявляю некоторые коррекционы, они обогнал, они как будто они обогнал, что они обстоят. Это такая картинка, и это не совсем соответствует тому, что я написала. Нужно все переделывать. Ну, на самом деле, может быть, им нужен очень хороший режиссер, и пока такой со мной не связался. Но мне не интересно это. Это же не интересует. Это скорее язык. Допустим, кино, это цифровые технологии, мне не интересует. Ну, я так понимаю, на благо языка вы отправились в этот турне. Проект Попутчики. Паруслович, все-таки, давайте о нем рассажим. Еще раз всех пригласим на встречу. Да, это немецкий, вернее, франко-немецкий проект. Идея заключается изначальной идеи. Да, это что-то, если у вас есть один писатель французский и один немецкий, но где-то в другом месте, то есть не на своей территории. На территории третьей страны. Да, в частности, это Россия. Да, в самом деле, есть другие страны, потому что проект постоянно развивается. Поэтому мы должны как-то общаться и нужно больше усилий приказать, чтобы понять друг друга. И это так, что мы находимся в стране? Мы поехали в другую страну, чтобы лучше друг с другом познакомиться. Мы поехали в другую страну, чтобы познакомиться с друг с другом. В центре культуры и отдыха «Победа» на втором этаже вход свободный. Приходите и сможете задать свои вопросы Селине надлично. Спасибо, Селина. И спасибо, Наталья. Спасибо большое. И мы тоже говорим всем спасибо за внимание. В студии Радио 54 для вас работали Талалаева Настя. И Александр Часовитин. Орлах! Все здоровы! Живите интересно, позитивно. Пока!